Всем привет! В этом ролике мы поговорим о нюансах выбора газовой варочной поверхности. В свое время с этим вопросом столкнулся я сам. При выборе для себя газовой варочной поверхности у меня стояла достаточно сложная задача. А именно, мне нужно было найти панель, на которой можно было бы разогреть не только чайник или пожарить утром яичницу, но и приготовить большую кастрюлю борща, да так, чтобы еще оставалось место для сковородки, а еще лучше для двух. Занимаясь выбором кухонного оборудования, мне пришлось скрупулезно подойти к изучению и сравнению различий, плюсов и минусов в модификациях и дизайне газовых поверхностей, выполненных из стекла, нержавейки или покрытых эмалью. Для осознанного выбора пришлось прочитать много отзывов и разобраться с размерами поверхности, межкомфорочным расстоянием и другими нюансами, имеющие важное значение для комфортной эксплуатации варочной панели на своей кухне. Поскольку это не рекламный ролик, а материал, собранный на своем личном опыте, то и получился он достаточно объемным. Надеюсь, тот, кто досмотрит этот ролик до конца, сможет получить ответы на большинство своих вопросов и, возможно, развеет какие-то сомнения. Кстати, кого интересует информация о выборе стиральной машины, смотрите мое другое видео. Ссылку на него вы найдете в описании или комментариях к этому ролику. А сейчас давайте продолжим о газовых панелях. Поскольку здесь речь пойдет только о газовых варочных панелях, сразу отметим все споры о том, что все-таки лучше, газ или электричество. Рассуждения об этом вы здесь не найдете. Итак, первое, что нужно понимать в самом начале выбора, это то, как много и часто вы планируете готовить на газовой поверхности. Стандартная глубина кухонной столешницы равна 60 сантиметрам и почти все модели варочных панелей изготавливаются исходя из этих размеров. Очень важно учитывать мощность комфорок и габариты своей посуды, поскольку, например, мощная комфорка, расположенная в задней части плиты, с установленной на ней чрезмерно широкой посудой, может вызвать перегрев фартука за плитой. Кстати, несмотря на очевидность этого факта, такая ситуация довольно-таки часто происходит, вследствие чего у кого-то плавится плинтус фартука или повреждается даже сам фартук. Хотя горючий фартук и пластиковый плинтус у плиты использовать в принципе недопустимо. Выйти из такой ситуации можно несколькими способами. Первый – это при установке панели с мощной задней комфоркой, если есть такая возможность, сместить газовую поверхность ближе к передней части столешницы, тем самым увеличив расстояние от комфорки до задней стены. Второй вариант – выбирать из панели, где мощная комфорка расположена на передней линии. А третий вариант – не ставить на мощную комфорку посуду, наступающую за габариты панели. В любом случае, перед покупкой варочной панели стоит ознакомиться с ее инструкцией, где должно быть указано допустимое расстояние панели от задней и боковых стенок, а также допустимый диаметр посуды, который можно использовать при этом. Поскольку даже на обычной газовой панели с мощной комфоркой, расположенной на передней линии и при установленной на нее чрезмерно широкой посуде, может произойти оплавление ручек управления газом. Необходимо понимать, каких размеров посуду вы используете и какое количество комфорок вам может понадобиться одновременно. Габариты и количество комфорок. Если вы готовите мало и плита используется эпизодически, то возможно вам подойдет поверхность с тремя или даже двумя комфорками. Любые модели могут быть оборудованы комфорками различной мощности, а для особых гурманов некоторые модели оборудуются специальной комфоркой ВОК. Комфорка ВОК имеет большую мощность за счет двух или трех рядов пламени. Благодаря ей удается поддерживать высокую температуру в посуде или, например, произвести очень быстро кипячение. Трехкомфорочные варочные панели практически все при стандартной глубине около 50 сантиметров имеют ширину около 45. Могут отличаться расположением комфорок и формой поверхности. Для двухкомфорочных моделей наиболее распространенные размеры 50 сантиметров в глубину и около 30 сантиметров в ширину. Если же вы любите много готовить и возможно даже несколько блюд одновременно, стоит рассматривать модели с четырьмя комфорками. Четырехкомфорочные панели при стандартной глубине около 50 сантиметров имеют ширину около 60 сантиметров. Для тех же, кто пользуется большой посудой и кому мало места на обычной четырехкомфорочной, производители предлагают пятикомфорочные панели. Пятикомфорочные поверхности при такой же глубине 50 сантиметров имеют большую ширину, которая может варьировать от 75 до 90 сантиметров. Практически все пятикомфорочные панели имеют конфорку Vogue. Также стоит обратить внимание на расположение ручек. В четырехкомфорочных панелях ручки, как правило, расположены близко к конфоркам и установка на них широкой посуды может стать следствием оплавления ручек. В пятикомфорочных моделях чаще всего ручки расположены посередине напротив конфорки Vogue, в связи с чем имеют большее удаление от передних крайних конфорок, что позволит использовать широкую посуду без боязни того, что ручки вашей панели будут испорчены. Также стоит отметить то, что если вы раньше пользовались обычной газовой плитой и планируете заменить ее на газовую поверхность с отдельной духовкой, после покупки газовой поверхности вы можете столкнуться с неприятным для себя сюрпризом, поняв то, что вам вдруг стало реально мало места на плите. Все дело в том, что обычные газовые панели с расположенными на них вертикальными ручками газа не соответствуют межконфорочным расстояниям даже в сравнении с самой простой и небольшой газовой плитой. В газовых панелях с ручками расположенными сверху расстояние между передними и задними конфорками сокращено в угоду этим самым ручкам. Если, например, в вашей старой четырехконфорочной газовой плите с глубиной 50 и такой же шириной весь верх был отдан под конфорки и расстояние от центра передней конфорки до центра задней составляло примерно 23 сантиметра, то на обычной газовой поверхности с четырьмя конфорками и расположенными сверху ручками при том же расстоянии между боковыми конфорками расстояние между передней и задней конфоркой сокращено и уже будет где-то в районе 18-21 сантиметра. Кто-то скажет, ну и что, каких-то 3-4 сантиметра, но здесь нужно не забывать о том, что на газовой плите вы ставили посуду, не вздумая о том, что вы перекроете ей ручки, оставили как хотели, не влезают рядом с кастрюлей сковорода, сдвигали кастрюлю на край и появлялось место для широкой сковородки. На газовой же поверхности ввиду сокращенного расстояния между передними и задними конфорками придется выкручиваться, учитывая как расположение ручек, так и размер посуды. В такой ситуации, если на стандартной газовой поверхности с четырьмя конфорками вам действительно мало места, наиболее подходят панели с фронтальным расположением ручек, как у газовой плиты. В таких моделях за счет выноса ручек за пределы рабочей поверхности панели немного увеличивается расстояние между передними и задними конфорками, а ручки оказываются вне досягаемости высокой температуры. Для полного понимания того, подходит вам газовая панель или нет, если в магазине есть такая возможность, можно на высточенном образце понравившегося варианта расставить посуду. Если посуды нет, то подойдут заранее припасенные и вырезанные из бумаги кружки размером с вашу посуду. Если выбираете поверхность в интернете, то можно на бумаге нарисовать поверхность в реальную величину, попросив менеджеров интернет-магазина сообщить расстояние между конфорками и их размер. Также не забыв отметить расположение ручек. Такая с виду излишняя возня поможет понять вам, будет ли умещаться ваша посуда на плите и, возможно, убережет вас от неправильной покупки. Еще один важный момент для нормального расположения посуды на панели – это верхняя решетка, о которой мы и поговорим далее. Решетки на газовой панели. В сети все как один говорят только об одном – о том, что чугунные решетки лучше стальных. Это, конечно, так. Чугунная и массивная решетка имеют лучшие свойства по сравнению со стальной. А именно, чугун не подвержен деформации во время нагрева и, соответственно, решетка из чугуна всегда будет ровная и посуда на ней не будет качаться и всегда будет нормально стоять. Но стоит помнить и о том, что чугун является хрупким материалом и, например, при падении чугунной решетки на твердый пол она запросто может расколоться, поэтому с чугуном нужно быть осторожней. Стальные решетки не боятся падения. От этого они могут лишь погнуться и в каких-то исключительных случаях может отскочить где-то сварочное соединение. Но вот при нагреве сталь может менять свою геометрию, поэтому такие решетки подвержены деформации и посуда на них может стоять неустойчиво. Также стальная решетка более скользкая по сравнению с чугунной и, если вы что-то активно мешаете лопаткой в сковороде, держите сковородку покрепче, поскольку она может с легкостью соскочить со стальной решетки. При выборе газовой варочной поверхности очень важно обратить внимание на исполнение самой решетки. Например, отдельные решетки для каждой конфорки выглядят очень эффектно и первоначально могут показаться очень удобными при уборке, поскольку не нужно снимать все решетки с поверхности, чтобы ее помыть. Если что-то протекло, можно снять только ту, которую нужно. Но у таких решеток, помимо удобства уборки под ними и эффектного внешнего вида, есть и существенный минус. Это маленькая площадь опоры для посуды и, соответственно, ее неустойчивость. На такой решетке большая посуда будет стоять очень неустойчиво и, я бы даже сказал, опасно. Наверное, всем понятно, что кастрюля с горячим супом, стоящая на подставке с маленькой площадью опоры не очень хорошая идея. Маленькая решетка не позволит сдвинуть посуду в сторонку, чтобы рядом поместилась другая. Все только по центру. Такие решетки больше подходят тем, кто готовит немного и не спеша. Решетка, имеющая большую площадь опоры и поверхности, дает большую безопасность и большую свободу действий, а поверхность, состоящая из нескольких решеток, находящихся в одной плоскости, позволяет удобно перемещать посуду с одной конфорки на другую. Некоторые производители панелей с конфорками ВОК также бывает укомплектовывают панель дополнительной подставкой для сковородок с округлым дном. Это определенно удобно, а когда она не используется, многие используют ее как подставку под горячее. Поверхность варочной панели – стекло, нержавейка или эмаль. В рознице широко представлены газовые панели, имеющие рабочий стол из стекла, нержавейки или стальные, покрытые эмалью. Давайте разберем плюсы и минусы этих вариантов. Поверхности стекла. Определенно, что варочные поверхности, имеющие рабочий стол из стекла, смотрятся очень красиво и стильно. Из плюсов стеклянной поверхности на первом месте идет, наверное, красота и эффектный внешний вид. Чугунные решетки на блестящем стекле – это определенно красиво. Удобство уборки такой поверхности достаточно спорно, поскольку есть большая разница в том, какого цвета стекло – черное или бежевое. Черное стекло, опять же, выглядит очень красиво, но, как говорится, за все нужно платить. На черном стекле видно все – просыпанную соль, брызги и, конечно, разводы после поспешной уборки. С черным стеклом у хозяйки работы определенно прибавится. Как пишут в отзывах многие домохозяйки, натирать черную панель приходится по нескольку раз в день. Светлое стекло меньше выделяет на себе загрязнение, а после протирки на нем не так видны разводы. Теперь о конкретных минусах поверхности со стеклом. Первый минус – это полностью ровная поверхность, и в ситуации, если у вас, не дай бог, что-то убежало, жидкости негде скопиться, как, например, на поверхности из нержавейки или эмали. В большом количестве жидкость просто польется на стол или пол. Второй минус – хоть само стекло и является закаленным и имеет высокую прочность, по отзывам владельцев таких варочных поверхностей, достаточно частыми случаями является повреждение стекла. Ситуации, при которых повреждается стекло, может быть абсолютно разные. Кто-то пишет о том, что во время готовки и без постороннего воздействия стекло вдруг внезапно рассыпалось, кто-то сильно стукнул сковородкой об решетку, кто-то уронил крышку. Согласитесь, что такая возможность всегда может быть, а замена стекла, если вообще оно будет наличие, может обойтись в весьма кругленькую сумму. Нержавейка. Следующий вариант – это поверхность из нержавейки. На нержавейку достаточно много нареканий от домохозяек, но не потому, что плита пришла в негодность и на ней больше нельзя варить суп, а по причине затруднительной уборки поверхности, после которой, как пишут многие домохозяйки, все равно остаются разводы. Нет прежнего блеска и остаются царапины от мочалки. Да, такую поверхность, впрочем, как и все, нельзя тереть чем попало, но нержавейка все-таки выигрывает по сравнению со стеклом и эмалью в плане царапин и сколов. Царапины и сколы на стекле или эмалированной поверхности уже не уберешь ничем. Скол на нержавейке невозможен, может быть только вмятина, но это нужно еще очень сильно постараться, а царапины все-таки можно отполировать. Что тут сказать, убирать нужно любую плиту, а у поверхности из нержавейки получается самый большой недостаток плохо отмываемой поверхности. Сейчас очень много роликов в сети, где рассказывается о средствах, благодаря которым ухаживать за нержавейкой не так уж и сложно, главное правильно выбрать нужное средство. Эмалированная варочная поверхность. Эмалированные плиты знакомы нам с давних пор. Ничего не изменилось и с появлением газовых панелей с эмалированной поверхностью. В продаже представлен достаточно большой выбор расцветок. Хоть и вся эмаль моется очень хорошо, но все-таки, исходя из отзывов пользователей, при всей красоте темных вариантов выигрывает поверхность цвета слоновая кость. Такой цвет эмали, в отличие от чистого белого, меньше всего доставляет хлопот при уборке. Что касается сколов и царапин, можно сказать так, появление скола на такой поверхности конечно возможно. Все зависит от того, будете ли вы ронять на нее что-нибудь или нет. А вот царапины, то здесь так же как и везде, нужен правильный своевременный уход и тогда поверхность будет достаточно долго вас радовать своим превосходным видом. Что касается функционала газовых варочных поверхностей, то он достаточно прост. Газконтроль и электроподжиг являются уже практически неотъемлемым атрибутом и говорить об этом, наверное, даже не стоит. Поэтому основными ориентирами остаются габариты, расположение конфорок и их мощность, ну и конечно выбор покрытия поверхности стекло, нержавейка или эмаль. На этом я закончил. Желаю вам всем правильного выбора. Всем удачи и до новых встреч!